Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот, и с вами я, Юрий Гемельфар. Остаются считные дни до начала мундиаля, до начала чемпионата мира по футболу, который, напомню, в 2018 году пройдет на стадионах Российской Федерации. И я отлично понимаю чувства тех футбольных болельщиков, которые захотят посетить футбольные матчи, особенно, подчеркиваю, с участием нашей сборной. Но возникает один вопрос. А смогут ли они это сделать? Давайте мы вместе разберемся. Внимание на экран. Нужно отдать должное организаторам чемпионата мира 2018 года. Действительно, для удобства болельщиков были созданы специализированные сайты, ссылки даны в описании, мы сейчас на одном из них, для того, чтобы люди могли купить билет на интересующий их матч, что называется, не выходя из дома. О, ну вот давайте, например, мы с вами попробуем купить билет на матч Россия-Саудовская Аравия, которым будет открыт Мундиаль 2018. Мы на этом же сайте, на котором мы можем купить билет. Давайте мы посмотрим на цены. Вот розовенькое, видите, билет сюда, на наиболее удобные места, стоит 80 тысяч рублей сноса. Билеты на угловые места, то есть на далеко не самые удобные, стоят 70 тысяч рублей. А билеты за воротами, то есть самые неудобные места, стоят 55 тысяч рублей. При этом, заметьте, речь не идет о специальных ложах, где билеты еще дороже. Если вы думаете, друзья мои, что это самые высокие цены, то вы ошибаетесь. Вот давайте посмотрим цены на билеты, которые пройдут тоже в Москве, в финале Кубка мира по футболу, 15 июля. Здесь самые дешевые билеты, как вы можете убедиться, стоят 150 тысяч рублей. А те билеты, которые, напомню, стоили 80 тысяч рублей на открытие чемпионата мира, они уже стоят 350 тысяч рублей. То есть, как мы видим, средняя цена за билеты 250 тысяч рублей. На остальные же матчи цена скромнее. Вот, например, посмотрим матч, который должен состояться 25 июня в Самаре между сборными Уругвая и России. Здесь наиболее престижные места стоят 55 тысяч рублей. Но самые, как говорится, непрестижные 40 тысяч рублей. Произведем несложный подсчет, господа. Получается, что стадион Лужники в Москве, вмещающий 80 тысяч зрителей, если средняя цена за билет составляет 50 тысяч рублей, то несложный подсчет показывает, что только открытие чемпионата мира обойдется болельщикам в 4 миллиарда рублей. А финал чемпионата мира в тех же Лужниках, где, напомню, 80 тысяч человек туда вмещает, и, как мы только что убедились, средняя цена билета составляет уже 250 тысяч рублей, то это обойдется российским болельщикам в 20 миллиардов рублей на минуточку. А в целом же, крайне приблизительно. Средний стадион вмещает в себя, ну пусть 40 тысяч болельщиков. Если, как мы видим, средняя цена билета составляет 50 тысяч рублей, то мы получаем, что средняя выручка составит 2 миллиарда рублей с матча. А учитывая то, что на Мундиале будет 63 матча, то общая сумма, которую заплатят болельщики, составит свыше 125 миллиардов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Предвижу возражения. Мне могут сказать, Юль, но это же чемпионат мира, это же финал Кубка мира, это Мундиаль, тут и должны быть дорогие билеты. Поспешу с этим согласиться. Но, как известно, все познается в сравнении. Поэтому я предлагаю вам сделать, друзья мои, несколько неожиданное сравнение. Давайте мы посмотрим, сколько стоит путешествие, скажем, из Москвы в Таиланд в высокий сезон. Давайте предположим, что мы решили совершить путешествие из России в Таиланд, из Москвы в самое дорогое время, то есть в высокий сезон. Допустим, на одну неделю с 15 по 23 декабря на двух взрослых. И вот посмотрите, путешествие к катарскими авиалиниями, это будет стоить менее 78 тысяч рублей на двоих, туда и обратно. Но, может быть, там очень дорогое проживание? Легко. Посмотрим. Вот, обратите внимание, проживание 7 ночей с включенным завтраком в пятизвездочном отеле, где есть, обратите внимание, пляж первой линии, это стоит почти 69 тысяч рублей. Предвижу опять-таки возражение. Мне могут сказать, Юр, ну ты сравниваешь несравнимые вещи. Кому-то нравится путешествие, а кому-то нравится вживую смотреть спортивные состязания, кому нравится огурец, кому свиной хрящик. Опять-таки поспешу с этим согласиться. Но дело в том, что вы сравните себестоимость, которая обойдется авиакомпанией, которая доставляет людей из, скажем так, в Москвы, в Бангкок, себестоимость обслуживания клиентов в отеле и себестоимость проведения спортивных состязаний. Ребят, вы что, вот вы мне всерьез хотите сказать, что охрана, так сказать, общественного правопорядка, пожарная охрана, дежурство, карет скорой помощи, ну, это безусловно. Расходы электроэнергии на проведение спортивных состязаний, это что, хотя бы 10% от стоимости билетов? Мы уже посчитали, что это средняя выручка с билетов, это 1,6 миллиарда рублей. Вы мне что, хотите сказать, что это стоит 160 миллионов рублей? Да это и 16 миллионов рублей не стоит. Минуточку. Но я тогда задаю естественный вопрос. А что, доходов с рекламой во время проведения спортивных состязаний нет? Вот как раз реклама стоит там, как 10 чугунных мостов. И это правильно. Если бы речь шла о дорогой рекламе, я бы слова не сказал. Но в данном случае люди, которые организуют вот этот фестиваль спорта, замечательный совершенно фестиваль, они вынимают деньги из ваших карманов, мои дорогие болельщики. И вот знаете, друзья, в итоге я хотел бы обратить ваше внимание на две вещи. Во-первых, вот я знаю, что в России не любят бизнесменов, ругают и называют их спекулянтами и так далее и тому подобное. А минуточку. А вот в данной ситуации кто главный спекулянт? Кто главный барыга в этом случае? А тут как ни крути, а государство? Государство вынимает деньги из карманов болельщиков. И вот только не надо мне говорить, что это с импортных болельщиков сдирают такие бабки. Бросьте! Это вынимают деньги из карманов российских болельщиков. Главный барыга. Наше дорогое государство. Вот как ни крути. Но вот так это и получается. Потому что сказать, что они получают доходы 10 тысяч процентов, это ничего не сказать. Минуточку. А как вот это отразится на нас? Вот тут недавно на канале Сотник ТВ ребят проводили опрос. А вот радуетесь ли вы тому, что в России проходит мундиаль? И люди говорили, да, мы радуемся, мы горды и так далее. Я понимаю эмоциональное состояние этих людей, но я задаю вопрос. Люди, а вот чему вы радуетесь? Вам-то с этого что? Вот хотелось бы получить ответ на этот вопрос. И второй момент. Это уже вопрос к российским болельщикам. К любителям футбола, которые реально хотели бы посетить матчи и поболеть за нашу отечественную сборную. Отвлекаюсь от того, как она играет. Я не специалист. Надеюсь, что выступит хорошо. Но вот скажите мне, пожалуйста, а вот этот праздник для вас? Вам-то вот с этого что? Какая разница, где проходил мундиаль? Поскольку я, конечно, не знаю, но затрудняюсь сделать обобщение, но я в кругу моих знакомых нет людей, которые могут позволить себе заплатить 50 тысяч рублей, это минимум, за то, чтобы наблюдать шоу на протяжении 90 минут. 90 минут. Два тайма по 45 минут. Вот скажите мне, пожалуйста, это для вас? Для вас, дорогие мои любители футбола, я ведь сейчас не ерничаю, я не издеваюсь над вами, я говорю то, что есть на самом деле. А на самом деле вас поимели. Причем с особой жестокостью и цинизмом. Все вам доброго. Подписывайтесь на канал Ньюашвот, распространяйте это видео, а если будут вопросы, присылайте. Мы их обязательно обсудим. До встречи.